Ольга Котлеренко с нами на связи, заслуженная артистка Республики Крым. Ольга, здравствуйте, еще раз вы нас слышите. Я вас прекрасно слышу и вижу, как я даже чувствую. Да, ну мы, к сожалению, не так прекрасно, конечно. Давайте все-таки еще раз попробуем, как же артисты справляются с режимом самоизоляции. Невероятно справляемся, потому что способ жизни меня совершенно сломал, потому что мы там живем, поедем, фигируем с вечера, и вроде как жизнь изменилась. Но мы продолжаем с вами, допустим, обожаю, ищу репертовые, а другие переговоры, я обожаю. Могли бы подойти чуть-чуть ближе к монитору и колонки, быть может, чуть-чуть убавить, сделать потише, потому что слышим и вас плохо. А нам бы хотелось очень вас услышать и все-таки понять, что же вы... Присядьте теперь, пожалуйста, нам вас не видно. А я просто... Ты знаешь, в любых условиях можно оставаться вообще в позитивном ключе, пожалуйста. Вот как это и делает Ольга, вот это важно. Хотим добиться от вас все-таки вашего творчества. Ольга, вам удобно, признавайтесь. Мне очень удобно. Тепло у меня есть. Вот, специальный мяч. Это же мяч для спорта, признавайтесь, в режиме самоизоляции. Балуйтесь спортом. Конечно. Потому что врачи... То, что всегда говорили, что нужно делать много, а много есть. А сейчас это нужно. Спать есть. Рекомендуем. А мы, актеры, можем себе позволить на 10 килограмм. К тому балку, все-таки, на спортом. Спасибо вам большое, Ольга. К сожалению, быть может, завтра с вами на связь выйдем или на днях. Времени у нас еще много, но не сегодня со связью беда. Очень жалко, что не получилось. Очень жаль. Приберегите, пожалуйста, свои силы для, возможно, завтрашнего прямого включения в эфир. Мы будем очень ждать. Вам желаем, не болейте. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.